Мы, как церковь наша, прошло очень много судов, экспертиз всяких. Мой вопрос такой. Даже когда государственную экспертизу в пользу верующих принимается, в суд мы предоставляем, суды игнорируют, выполняя заказ местных чиновников. И искать правду правовым способом, иногда так кажется, что вообще бесполезно. Видишь ли ты перспективу возникновения в России партий с какими-то христианскими названиями, ну, по примеру, ХДС, ХСС, где-то в Германии, чтобы верующие имели свое какое-то политическое представительство? Якобы тот же вопрос, но другими словами. Возможно ли это в нашей стране? Или все-таки мы будем, как у нас закон принят, что партии по религиозному приступу не могут быть? Или все-таки возможно объединиться как-то нам? Я думаю, что если такое и будет, ну, мы помним, как в 90-е годы были попытки созидания этого всего, но лично нашей церкви, нашей конфессии, писятники и харизуматы были в стороне от этого несколько, ну, не участвовали. И на сегодняшний день, если даже такое и возникнуть, я не думаю, что это вызовет большой энтузиазм среди священнослужителей той конфессии, где служу я. Из-за страха? Или из-за чего? Что это? Или как назвать это безразличие? Я слова не могу найти. Мы все хотим, чтобы что-то менялось, но не хотим ничего делать. Мы хотим, чтобы государство было социально ориентировано для нас, но ничего не хотим для этого делать. Вот ты знаешь, я делился с тобой уже, я со зрителями хочу поделиться. У меня такое впечатление, что нас загнали, вот большинство протестантов, в какое-то гетто сейчас в России. Гетто, где нам дали границы, сказали, вот работайте с бомжами, с алкоголиками, с наркоманами. Нас выдавили из образовательных учреждений, университетов, школ, отовсюду, отовсюду. Только нормальных людей не трогайте. И то сейчас куча проблем, ты знаешь, тех, кто занимается революционными центрами, очень тяжело, очень сложно. Государство и там пытается уже надавить, кого-то уже посадили, наших служителей, за то, что они вот помогали людям искренне. Что ты думаешь? Почему, не очень понял вопрос, почему такое происходит или что? Я даже не знаю, как вот, что это? Это безразличие, как назвать вот то, что? Почему люди вот так, служители, все хотят чего-то, но не хотят ничего делать? Знаешь, я думаю... Как это в церкви, в протестантской церкви? Я думаю, что здесь много причин. Одна из основных, по моему мнению, это некое разочарование. Почему? Потому что, помнишь же, какой был энтузиазм в конце 80-х годов, когда вот были эти поздние этапы перестройки, как люди верили, что это изменится, какое было участие в политической жизни страны, вот в этой думе, которая, помнишь, там был и Сахаров, Андрей Дмитриевич, и многие. Как смотрели заседания думы государственной, как... И тогда он назывался совет, по-моему, народных депутатов. Да, вот так. Думы не было еще, совет народных депутатов. С каким интересом мы смотрели заседания этого совета, выступления смотрели. Вся страна у телевизоров сидела. И казалось бы, вот еще немного, и вот начнется. И потом мы видим, что... И заживем. Заживем, заживем, заживем. И когда сегодня видишь, что есть некое разочарование, как бы, как ты не пытайся, а все идет, все к одному. И может быть, поэтому сегодня нет такого энтузиазма, потому что люди помнят, как вот... Как многие мечты, многие чайни, которые были у нас в начале 90-х годов, как они, ну, не осуществились. И поэтому мы уже, знаешь, плавали, знаем. Я думаю, вот одна из причин, почему такое апатия, вот в этом, некая есть разочарованность в обществе. Но я смотрю, вот, закончишь, смотришь на молодежь, они уже другие. А у них нет этого, нет этого разочарования. Вот, причем, я смотрю, вот у меня, ну, дети разного возраста, вот именно смотришь, вот когда подростки, они уже по-другому, у них другое отношение вообще ко многим, ко многим, ко многим вещам. И я вижу у них надежду. Главное, чтобы мы их не испортили. Своим крестом, который мы поставили. Которизмом своим, своим, знаешь, вот таким всезнайством, таким, знаешь, вот этим старческим. А-а-а, плавали, знаем. Вот не испортить бы нам их. Вот молодое поколение уникальное, благословенное. Я с удовольствием принимаю участие у нас в молодежном служении. Смотрю на этих ребят. И я вижу, это не только будущая церковь, это будущее общество. Я, не знаю, я верю в это. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя. А-минь. Ну, знаешь, посмотришь на некоторые церкви, все меньше и меньше молодежных служений в церквях. Молодежь уходит. Не везде вот есть пастора, которые понимают, как важно вкладываться в молодежь. Да. Вот видение нашей церкви, может, уже почти 20 лет я учу одному. Из года в год. Я говорю, видение отвечает на вопрос, что мы делаем. Три простых вещи всегда дают церкви. Любить Бога, ненавидеть грех и жить жертвенной жизнью. Простые вещи. Как мы это исполняем? Как мы это делаем? Вот год заканчивается, в декабре каждый год я учу одну тему. Оставить наследие следующему поколению. Вкладываться в детей. Я говорю всегда, что мы уйдем, наше место однажды будет на кладбище. Кто понесет знамя Евангелия? Кто будет церковью после нас? Будет ли она или нет? Я согласен с тобой. Действительно, интерес к христианству у молодежи, ну, по крайней мере, в российском обществе, ну, прямо скажем, очень сильно за последние десятилетия снизился. Если мы помним, все наши церкви в начале 90-х, в основном были молодежные церкви. Не было смысла в молодежном служении, потому что молодежное служение, воскресное собрание, это, в принципе, были одинаковые собрания. И сейчас, когда смотришь, как, ну, мало молодежь приходит в церковь, и многие даже студенческие организации молодежные, там был ССХ, студенчество христиан, они сегодня перестали вести свою деятельность в нашей стране. Вот, когда я общаюсь с неверующими сверстниками, одноклассниками моих детей, особенно младших детей, я порой задаю вопрос, говорю, а вот почему вот, потому что я вижу, что у них остался интерес к духовным вещам, но они, как правило, это реализуют в каких-то, либо восточных религиях, либо вообще в каких-то оккультных вещах, либо астрология сейчас снова процветает и популярна. И я им говорю, почему у вас есть духовная жажда, а вы не в церковь идете, а в какие-то другие организации. Они разными словами сказали мне примерно одну вещь. Когда мы приходим в церковь, или приходили в церковь, точнее, то мы там ощущали себя только слушателями. Мы приходили на собрания, мы слушали. На конференциях мы слушали, на семинарах мы слушали. А мы хотим не просто слушать, но самим практиковать. Хоть что-то, но практиковать. И когда они говорят, что вот это йога, медитация, это какая-то некая практика, какие-то практики. А они хотят, не просто слышать о том, что пророки переживали, или великие проповедники переживали. Может быть, не в том мере, как пророки Исаия и Езекииль, но хоть в какой-то мере это пережить. И там им это дают. И когда я это услышал, я вдруг подумал, а ведь какая богатая духовная практика есть у церкви, которая во многом, особенно в наших церквах, забыта. И у нас есть и молитвы созерцания, и тишины, и в православии умно-сердечные молитвы. Но это часто не практикуется. А люди, молодые люди, они хотят лично участвовать. Я думаю, что ты правильно заметил. Это важно пасторам обратить внимание на эту сферу, обратить внимание и начать это практиковать. Потому что просто слушать или сегодня это уже не работает. Мы должны быть все участниками, и Божье присутствие должно быть. Вот почему я думаю, сейчас акцент нужно ставить не столько на доктринах. Я не хочу, понимаешь, я не хочу принизить важность доктрин, потому что у нас у обоих богословское образование. Легко говорить, знаешь, когда здесь и образование. Я просто хочу сказать, что это важно, это необходимо, конечно же необходимо. Но акцент нужно все-таки на жизни ставить. Доктрина не помогает жить, а не жизнь помогает доктринам. Христианство, по сути, это не столько какая-то идея, сколько жизнь. Вот поэтому на вопрос, что есть истина, Иисус молчал. Потому что как об этом сказать? Истина, она не сколько проговаривает, а сколько проживается. И вот для служителей сегодня этот вызов, самим проживать со Христом, вот современную жизнь с кризисами, с пандемией, мы не живем в идеальном обществе. И мы не должны только ожидать, когда что-то начнется, когда что-то произойдет. Мы должны сами жить, и тогда, я думаю, молодежь опадет. И вот жить так, чтобы на самом деле нести благодать, я думаю, это всегда цепляет. Даже, заметьте, в социальных сетях в основном вызывают интерес не столь какие-то доктринальные рассуждения. Сейчас в основном под доктринальными спорами уже мало обсуждений. А вот когда какие-то истории, от которых щемит сердце, когда кто-то проявил себя в отношении либо пожилых, либо больных людей, как-то помог им, либо кровь свою отдал погибающим людям, вот это вызывает всегда большой интерес, и раньше, и сейчас вызывает. И если мы будем проявлять это в жизни, то, я думаю, это не может не зацепить, потому что любовь – это самое сильное оружие. А говоря словами Павла, вот без любви, вот все – пророчество, вера, служение, проповедь, конференция, медь звенящая. Ким Вау звучать, а ничего больше за этим не стоит. И вот чем больше будет такого, тем больше будет опустошаться наша церковь, особенно молодежью опустошаться, к сожалению. А если мы будем любить, то, я думаю, что… Дай Бог, чтобы нас услышали. Знаешь, ты важную мысль, ну, ты ее не озвучил, я ее озвучу, обратная связь в церквях. Дай Бог пастырям, служителям, священникам, неважно у нас, у православных, у католиков, иметь обратную связь и слышать. Слышать вот голос молодежи, голос семейных пар. Не то, что ты один и ты говоришь все время. Вот то, что ты сказал, они приходят и спрашивают. И слушают. Да, и слушают, и слушают, и слушают. Но все уже надоели, уже в школах слушают религию. Уже и там навязали, это их тоже отталкивает. И они не имеют права ни голоса, никому ничего сказать. Кто ты такой, что ты меня учить будешь? Я тут пастыр, я священник, я там святой отец или кто я там еще. Дай Бог услышать сегодня, что… Видишь, опять-таки мы как будто не выучиваем уроки прошлого. Потому что ведь до революции в нашей стране, до революции 1917 года, в школах и закон Божий учили. И мы знаем, что и Ленин, и Сталин там учились. Ну, Сталин не доучился. И училища духовные, там, семинарии, да, они учились. То есть они знали закон Божий. Они даже могли на отлично сдавать эти предметы. К чему это привело? Да, мы видим, что доктрина без жизни приводит к ненависти вере. И потом, ведь это же не просто там какие-то там большевики. Люди, они сносили церкви, они убивали священнослужителей. Страшные вещи происходили. Хотя стопроцентно люди были воцерковлены и образованы доктринально. Так вот сейчас, когда пытаются снова как бы повторять, я думаю, ну это же уже привело к ужасающим последствиям для христианства. Неужели мы снова этого хотим? Я не думаю хотя бы, поэтому нужно, как говорил Франциско-Сийский, проповедовать Евангелие постоянно. Если необходимо, пользуйтесь словами. Вот если мы будем, знаешь, пользоваться словами в крайнем случае, а в основном проповедовать Евангелие своими делами, своими жизнями. Яков говорил, что вера без дел мертва. Ну покажи мне веру, да? Вот я тебе в делах покажу, а ты покажи мне без веры. Где там внутри, что увидишь? Там же можно легко обмануть. Так вот, когда мы проявим веру в делах, это будет касаться людей. И молодежи будет касаться. А в этом принципе есть христианство на самом деле. Это слово, ставшее плотью. Не оставшаяся философией, слово. Это слово реализованное. Насколько это слово реализовано в нашей жизни? Или это просто тема для богословских дебатов? А вот как вот, брат, свободная воля или предопределение? Армения или Калия? И вот уже сколько веков сидят и решают какие-то вопросы. А кому нужны эти ответы, которые мы придумаем? Как знаешь, один сказал, говорит, проблема церкви, мы отвечаем на вопросы, которые нам никто не задавал. Мы себе придумали, ответили, а кому это еще надо? У людей сегодня другие вопросы. У них сегодня, как ты сказал, другая эпоха или что-то другое. И важно иметь связь. Мы не просто проповедуем в виртуальном, безвоздушном пространстве Евангелия. Мы проповедуем в конкретное время, в конкретной культуре. И мы должны знать язык этих людей и говорить на этом языке. Иначе это просто будет мертвой религия. Спасибо, Виктор. Спасибо большое. Наверное, последний вопрос задам. Чуть меньше года прошло с того момента, как мы первый раз вышли в эфир. Да, в ноябре, наверное, будет год нашему каналу «Взгляд с небесный». Что ты думаешь об этом проекте? О нас, о нашей работе. Я о любом проекте, который возникает в христианстве, думаю, Бог да благослови, чтобы это развивалось. Как у любого начинания, в первые особенно периоды в детстве. Есть бывают какие-то, как у детей, не бывает идеально все. Но дети же растут. И поэтому я думаю о том, чтобы Бог благословит, чтобы ты не бросал, чтобы этот проект развивался, чтобы он рос, чтобы он взрослел. И через это ты мог бы Евангелием, библейским взглядом точнее, не прямо, наверное, а более косвенно, касаясь разных социальных вопросов, нести свет. То, что Библия говорит об этих областях. К сожалению, этого сегодня в русскоязычном христианстве не так и много. Прямо скажем, чрезвычайно мало. Поэтому дай Бог, чтобы это все развилось и было благословенно. Спасибо.